Добрый день, уважаемые радиослушатели, продолжаем работу в прямом эфире, сейчас у нас на прямой связи эксперт по вопросам безопасности и политический эксперт Раймон Трубловский, добрый день. Добрый день. Да, вот я думаю, что люди еще более старшего возраста, чем мы, не дадут нам соврать все, что сейчас происходит, ну, по крайней мере, в последнее время и особенно в последние недели, ну, очень напоминает все элементы классической холодной войны, но разве что только сейчас нет такого идеологического противостояния, там, не знаю, таких коммунизм, коммунистический строй или социалистический, капиталистический. Все остальное мы видим, все по классике, высылка дипломатов, санкции с одной и с другой стороны, угрозы, воинствующие заявления, ну, наверное, здесь особняком стоят последние высказывания президента США Байдена, которые подстегнули и без того очень напряженные американо-российские отношения, ну, ключевые фразы Байдена, где он сказал, что за вмешательство России в выборах Россия заплатит или Москва-Кремль. Высокую цену или заплатит цену, так вот в переводе, ну, и утвердительно Байден ответил на вопрос журналиста, такой провокационный не является ли Путин убийцей, и Байден это подтвердил. После этого, кстати, тоже такой элемент холодной войны, посолу России был отозван в Москву для консультации, ну, в дипломатии это такой очень серьезный сигнал. Раймонд, как вам вы все это оцениваете, согласны ли вы, что сейчас происходит что-то уже такое экстраординарное? Да, к сожалению, я полностью согласен. Действительно, ситуация скалируется на глазах, то есть все, что было сказано, это буквально было на прошлой неделе, то есть за эту неделю произошло очень много разных вещей, но которые все больше и больше приближают нас к какой-то конфронтации, которая, кстати, уже давно идет, но все-таки сейчас она обрела уже очень такие неприятные окраски, и практически, да, мы можем это назвать полноценной холодной войной, но я все-таки не припоминаю, что даже в самый горячий момент этой холодной войны, скажем, там, Карибский кризис, начало 60-х прошлого века, или Берлинский кризис, что Хрущев называл бы Кеннеди убийцей, или Кеннеди называл бы Хрущева убийцей, или, скажем, были бы какие-то обмены такими словами между Бреждевым, Никсом или Рейганом, то есть это, в принципе, что-то новое, и, конечно, то, что сказал Джо Байден в отношении руководителя ядерной державы, ну, я думаю, это, во-первых, неприемлемо, но, во-вторых, к сожалению, я не думаю, что это было вызвано каким-то старческим маразмом, я думаю, что это был очень осознанный посыл, но который... Не надо упрощать, да? А? Не надо упрощать, и говорит о том, что там что-то он сказал в связи с возрастом, да, это... Нет, ну, ты понимаешь, тут я все-таки думаю так, если у тебя возраст, то ты не можешь или не хочешь идти на такую позицию, от которой зависит, скажем, судьба мира, а если ты уж попал в такую позицию, от каждого слова, скажем, которого зависит очень многое в мире, ну, то, наверное, надо следить, невзирая на возраст, за каждым словом, за, не знаю, за каждой буквой, что ты говоришь. А тут, во-первых, это было сказано, во-вторых, он и подтвердил, что он так и думал, думает. Поэтому все то, что мы видим, этот каскад событий, которые происходили потом, приглашение Владимира Путина, Джо Байдену на открытый онлайновский, скажем так, обмен мнениями, отзыв посла из Соединенных Штатов Америки, ну, то есть, да, это, в принципе, нас приближает, или уже даже не приближает, а уже это прошло самые худшие примеры холодной войны. Вот интересно, что многие эксперты такие, ну, по-американски, так можно сказать, не только в Латвии, и они говорят о том, ну, да, Байден с точки зрения дипломатии поступил там на грани хамства, потому что признать лидера другой страны, такой ключевой, как Россия, назвать его убийцей, ну, понятно, какой может быть диалог после этого, да, но, может быть, из серии, что, а что может Россия предпринять против Соединенных Штатов? Может быть, Байден почувствовал, что сейчас Соединенные Штаты, там, не знаю, как никогда сильны на международной арене, может быть, этому способствует этот пандемийный хаос? Ну, сказал и сказал, ну и что? Ну, я думаю, начнем, во-первых, что США, внутриполитическая ситуация в этой стране тоже наколена до предела. Уже за месяц администрация Байдена приняла ряд, скажем, таких документов за подписью Байдена, которые только наращивают противостояние внутриполитическое в США. Исходя из этого, конечно, никто не отменял метод, когда, если есть большие проблемы внутриполитические, то надо сделать что-то громкое на международной арене, что он, кстати, и сделал. Во-вторых, ну, что может Россия противопоставить? Я думаю, Россия уже противопоставила, во-первых, то, что, я думаю, был хорошим ходом вызов, так сказать, на дуэль Байдена на онлайн-дискуссии, потому что всем понятно, что Байден не продержится в такой дискуссии больше часа. Не потому, что он, может, меньше знает, но потому, что, ну, будем откровенны, он в очень плохой физической форме, все-таки 78 лет человеку, и беря внимание, что президент России все-таки любит такой метод, очень долго, скажем, говорить на переговорах. Мы помним, там несколько раз было 10 часов, 11 часов переговоров. То есть, понятно, на чьей стороне там будет перевес. Во-вторых, я думаю, сын Дональда Трампа выступил с резкой критикой этого, что этот президент просто позор для США. Но он сказал самое главное, что американцы имеют дело просто с говорящим пиджаком, у которого, ну, практически, если ему не будет предоставлено там или суфлера, или какие-то помощники, он сам ничего сделать не сможет. Поэтому это был, как бы, первый ответный ход. Второй ответный ход – это все-таки отзыв такой демонстративный посла Российской Федерации Соединенных Штатов. Потом, я думаю, очень важно то, что был параллельно были очень такие жесткие переговоры китайцев и американцев в Анкоридже, от Аляска. Что-то такое тоже невиданное, да, обмен любезностями, в кавычках, да. Ну, беря внимание, скажем, все-таки китайская дипломатия, она, наверное, славится тем, что они избегают каких-то очень резких заявлений. Но в этом моменте они, ну, как бы, очень жестко поставили на место американцев в плане, что с китайцами нельзя говорить таким тоном и с позицией силы. Исходя из этого, просто за эту неделю предыдущую американцы практически ухудшили отношения сразу с двумя большими ядерными державами, с Китаем и с Российской Федерацией. Что это подразумевает, мне трудно судить. Но, конечно, сразу вызывая на дуэль, скажем, Россию-Китай, я думаю, и плюс беря внимание очень сложную внутриполитическую ситуацию в Америке, ну, это, наверное, для американцев тоже будет очень сложный период. И еще один момент. Все-таки вчера мы видели, что продвигается законопроект о том, что президент Российской Федерации сможет баллотироваться еще на два срока, то есть до 2036 года, что практически говорит, что курс России останется неизменным и даже более жестким по отношению к Европе. Ну и к тому же заявление министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, что практически отношения Российской Федерации и Европейского Союза как организации рухнули. Ну, практически сейчас этих отношений никаких нет. Тогда возникает такой вопрос. Фактически ты предварил то, что я хотел спросить. Ведь, с одной стороны, ну, Брюсселя, мне кажется, достаточно грамотных специалистов, может быть, я наивен, неправ, которые понимают, что вот эти санкции, их можно еще вводить, еще каких-то лиц там вносить какой-то список, еще какие-то препоны придумывать. Но это ведь на Россию, на ее внутреннюю, внешнюю политику практически никак уже не влияет. Россия свыкла с неизбежностью этих санкций, привыкла жить в таком санкционном режиме. Это даже подхлёстывает ее экономику. Непонятно, для чего тогда это делается. Ну, во-первых, я, наверное, соглашусь с этим, потому что, если мы берем во внимание исторический фактор, то есть, ну, против Кубы санкции были введены уже, наверное, в 1960 году, и практически режим Фиделя Кастро был, и практически даже после него он вполне себе функционален. Санкции против Ирана в 80-х годах, ну, тоже были введены, и практически Иран тоже, это никак не повлияло на смену режима в Иране, и практически еще более укрепило его позицию. Поэтому я думаю, что, конечно же, санкции никак не повлияют на, скажем, какие-то перемены, политические перемены в России. Но это просто, наверное, такой жест, который показывает, что Запад все-таки какими-то методами хочет повлиять на ситуацию в Российской Федерации. Но я думаю, что ответ будет следующим. Я думаю, что будут ужесточены меры внутри Российской Федерации в плане оппозиции, в плане так называемых иностранных агентов. То есть, будет происходить консолидация власти, консолидация усиления силовых ведомств. Поэтому я думаю, что это все пойдет именно в том направлении. Да. Вот что касается еще взаимоотношений, может быть, Европейского Союза и России. Вот здесь интересно, что тут же Лавров сказал, что с отдельными странами Европейского Союза даже в этих условиях диалог нормальный и отношения хорошие. Но понятно, что, к сожалению, к Латвии это, наверное, не относится. К Латвии это не относится и к Прибалтике в целом это не относится. Но я думаю, что с такими странами, как все-таки Германия, Франция, Венгрия, Техия, Словакия, ну, наверное, отношения будут поддерживаться. Там еще ряд балканских стран, Греция. Конечно, будут иметь место двухсторонние отношения. Но, как я уже говорил, Лавров сказал следующее. Он говорил про Евросоюз как про международную организацию. И как раз с этой международной организацией, то есть, будь то Европарламент, будь то Еврокомиссия, ну, то есть, скорее всего, никаких отношений не будет. И, к сожалению, это, наверное, уже такой вектор на несколько лет, как минимум. Да. То есть, фактически, можно уже сказать, что в ближайшие годы мы вот от этих, не знаю, элементов холодной войны вряд ли сможем отойти. Я думаю, что мы никак не сможем отойти, беря внимание. Тут, конечно, вопрос еще один, сколько протянет Джо Байден. Будет ли он президентом все четыре года? Скорее всего, нет. Но я не вижу, что будет улучшение ситуации, если президентом станет Камала Харрис. Я думаю, будет еще хуже ситуация. Поэтому, наверное, всему миру сейчас надо готовиться к холодной войне, которая, дай бог, не переросла бы в какой-то гипотетический военный конфликт. Да. Вот казалось бы, что вот этот элемент холодной войны или вообще холодную войну мог бы приостановить, затормозить, могла бы вот эта пандемия. Действительно, общая беда всего человечества. Но практически ни одна страна на земном шаре не осталась без, скажем так, вовлечения вот в эту глобальную пандемию. И ситуация, к сожалению, не улучшается. Как мы видим, в целом рядом стран, где вроде бы было заметно улучшение. Сейчас уже говорят о третьей волне и вводят новые ограничения. Значит ли это, что все-таки пандемия пандемии, а вот такие игры основных мировых игроков все равно продолжаются? Ну, я думаю, что нет. Потому что мы не можем смотреть на пандемию и эти все проблемы отдельно от геополитики. Потому что экономическая, политическая ситуация практически во всех странах очень тяжелая. Я уже говорил про Соединенные Штаты. То есть эти 75 миллионов людей, которые проголосовали за Дональда Трампа, никуда не делись. И практически, как я уже говорил, что все те движения, то, что делал Джо Байден за последние два месяца, это только вбивает еще больше клин между сторонниками. То есть эта страна, очевидно, расколотая. То же самое мы наблюдаем везде в Европе. И мне, конечно, интересно, что вот смотри, Ангела Меркель сначала хотела нализать полный локдаун. На пасху сейчас вчера она отменила, что это была ошибка. Поэтому это, конечно, политическое руководство, которое сейчас есть в любой стране, оно находится под огромным политическим давлением народных масс, которые уже устали от всех локдаунов. Берем во внимание, что очень много бизнесов уничтожено, что очень много людей остались без средств существования. Но это, конечно, порождает очень острый внутриполитический кризис. И, конечно, это все выплескивается на международную арену. Почему? Потому что, ну, чтобы как-то решить внутренний кризис, ну, один из способов это все-таки показать себя на международной арене. Что плохо? Ну, я думаю, плохо то, что для Прибалтики, конечно, плохо то, что, ну, тогда в этой холодной войне, если такая будет развиваться, то это будет играть роль, скажем, ну, западного Берлина. То есть, передовой территории на рубежах, скажем, Евросоюза НАТО и Российской Федерации. Да, интересно. То есть, со всеми, как бы, последствиями этого. Да, вот интересно, такая эпопея сейчас, такая в какой-то степени эвакуационная война идет. При этом каждый из сторон говорит о том, что, вы знаете, не-не-не, вакцины с политикой никак не связаны, политика это отдельно, вакцины это отдельно. Ну, это говорит и Российская Федерация, что вот мы не используем спутник ВИК, как какой-то, не знаю, политический инструмент, но самое интересное, что и страны Европейского Союза, которые говорят о том, что вот мы не будем там целый ряд стран, что мы не будем ни в коем случае там этот спутник закупать, все при этом говорят, что тут нет никакой политики. Так есть политика во всем этом процессе или все-таки нет? Ну, конечно, есть. Так же, как в спорте все говорят, что нет никакой политики. А вот там есть. Да, есть, да. И так же здесь, это очевидно. То есть если это был бы просто, скажем, вопрос спроса и предложения и не было бы политики, то просто тот, кто быстрее всех делает вакцины эффективной, тот ее и продает, и тот, как бы, и, ну, скажем, лидирует в этой ситуации. Но если это вмешивается политика, тогда уже определять того и на каких условиях эти вакцины будут, скажем, приобретаться или нет. И, конечно, проблема, наверное, в том, что все эти доводы исключительно политические. Да, ну вот тоже интересно. И, конечно, что...